Десятки иракских детей и подростков вновь торопятся на уроки. В одной из школ восточного Масула возобновили занятия. В западной части города по-прежнему слышны выстрелы. Правительственные силы атакуют последнюю цитадель террористов исламского государства, группировки, запрещенной в России и других странах. Близость боёв не останавливает ни учеников, ни учителей. «Пока здесь были боевики, было плохо. Но теперь они ушли, и можно учиться. Они были плохими, учили нас джихаду, учили воевать, и поэтому мы перестали ходить в школы. Здесь мы не были два с половиной года, а родители не пускали нас». Это подтверждают и преподаватели. Одна из учительниц сдала интервью, но отказалась назвать имя и показать лицо, опасаясь мести исламистов. «Нас заставляли работать, но ученики перестали приходить, потому что учебная программа стала омерзительной, а методы боевиков были очень жестокими и грубыми. Многие родители перестали отпускать детей в школу». Вскоре боевики закрыли школу, однако не взорвали её, как многие другие здания. При этом опустошили библиотеку, уничтожив неугодные им книги. В январе армия Ирака освободила восточную часть Масула, а на прошлой неделе поступили новые учебники. И учителя решили не терять времени. Пока работают как волонтёры, денег им не платят. Дети же изголодались по знаниям. «Мы поможем им справиться с трудностями и забыть пропаганду террористов, а также их жестокость и убийство. Мы постараемся помочь нашим ученикам забыть о страданиях. Мы хотим учиться, не хотим жить в невежестве». Исламское государство захватило Масул около трёх лет назад. Операцию по освобождению начали в марте прошлого года. В январе исламистов выбили из восточной части, однако они по-прежнему удерживают западную. В освобождении Масула участвует иракская армия, курдское ополчение, коалиция, состоящая из отрядов шиитов, езидов и христиан, а также международная коалиция во главе с США. Продолжение следует...